Мне хочется вот так вот ставить, мне хочется ее более полойку здесь поставить, а здесь более крутую. Вот это правильная линия, а ты утрируешь, ее надо чуть выгнать. Да, она должна быть вверх, но просто не так сильно вверх, и все. У тебя ракурс очень сложный, потому что ты почти что фас рисуешь, но ты видишь часть книги все равно вот эту. Все равно ее видишь. Это почти фас, это самое сложное. Все, я поняла. У меня есть какое предложение у тебя, Владимир Николаевич? Давайте, знаете, как сделаем? Сейчас без всяких приветствий, я сначала посмотрю все работы, и мы когда-то... А? Сразу взглянуть, точно. И мы когда дойдем до того момента, что уже писать можно было по красками, я тогда сюда встану и буду объяснять. Сейчас мы с вами ничего не будем начать делать. Да, ничего не будем говорить. Сначала сюда доведу, а потом будем говорить. То есть как в реально времени. Нет, тогда давайте себя поздоровать, уже объясню про живопись сразу. Это социально? Совсем просто поздоровайтесь и все. Объясняйте. А потом объясните, потому что у них шкардаши сейчас закончили. Ну ладно, давайте. Всем привет, вы на канале Худашка. Погнали. Всем. Поздоровался. Ну а что вторая серия вам будет написана? Больше не надо. А вы готовились к тирате? Да. Здесь к завершению близимся. Близимся, что уже к тирате может быть разница. Несколько нюансов сейчас поправим, ладно? Прямо чуть-чуть поправим. Верхняя книжка все еще не на сто процентов. Вот эта обратная перспектива в разные стороны они прилетели. Пропустите. Да, вот эту пропустите. И само вот это не очень хорошее соприкосновение. Вот этот уголок, что лучше вот сюда куда-нибудь. Ну он и правильнее будет. То есть он пойдет. И все. Здесь будет с этим все в порядке. Будьте внимательнее сейчас, когда будете укладывать вот этот хреб. Он вечно подскакивает. У всех. У вас тоже подскачал. Он не движет на плоскость. Он вывернут. Сматривается. Его нужно более... То есть я, конечно, вы стой рисуете. И вам хочется еще его сильнее вывернуть. Что мы его видим хорошо. На самом деле не так, что хорошо его видите. В воле судеб я практически с вас ростом. Обычно я ниже всех поклассе. Вот. Ну вот. Короче говоря, он на самом деле не так вывернут, как кажется. Он чуть более плоский. И поэтому лучше должен лежать. Сейчас хорошо видно на примере вот этого кусочка. Вот он у вас уже более вывернутый. Смотрите, там на самом деле мало. Ну намного меньше видно. По-другому лежал, да? Ну и просто. Вот это главное. Но он вполне себе ничего лежит. Можно чуть-чуть его там подрезать. Вот сюда запрутить линию вещи. Он ляжет лучше, да? И с этим тоже просто посмотрите по вниматике, как он лежит. Ну и все. И значит стол, вот эта линия тоже не совсем точна. Если внимательно посмотреть, она слишком высоко у вас приходит относительно к кувшинам. Где надо чуть-чуть опускать. Ну не сильно где-то вот так. Вот сюда. То есть все правильно. Здесь эта точка правильная. Она вот сюда вот так вот выйдет. И тоже стол будет в более правильном ракурсе. Ну вот. А? Стол книжка. Это, видимо, старая линия стола. Всегда советую показать. Всегда показывайте вертикально. Сразу будет ощущение перспективы. Ну вот. Пойдемте дальше гадости говорить. Здесь основная ошибка это стол. Все еще. То есть, посмотрите. У вас все, что внутри на тюрьмах, все предметы, сейчас все классно скомпоновано. На самом деле хорошо скомпоновано. Все неплохо уложено. Здесь та же ошибка с книжкой вот здесь. То есть, обратная перспектива. То есть, это будет здесь в эту сторону, а у вас в эту сторону. Вот эта линия, если вы ее продлите, они будут в разные стороны идти. Причем здесь перспектива у вас оперированная. То есть, довольно резко видите, а не сходится. Да. Правильно. Совершенно точно. Вот. Я бы вам посоветовал вот эту часть, может быть, даже еще поднять, потому что все-таки вот это слишком резко. Здесь вот правильно, а здесь рисковато. Да. Если бы вы сидели, если бы вы сидели с вами, то была бы правильная вот эта линия. Нужно было бы эту опускать. Поскольку вы рисуете сверху, стоя, все-таки не такая сильная опуска. Поэтому можно вот это чуть-чуть приподнять, это чуть-чуть опустить и все будет уже правильно. И остается две вещи. Вот все, что мы с вами поправляем у всех практически, это все связано с кубическим объемом и с перспективом. Все вот эти вот линии, которые в разные стороны идут, это все обратная перспектива. В идеале, чтобы это увидеть, вообще-то надо отойти от работы. Вот. То есть, если глаз прям очень опытный, то можно и вот так смотреть увидишь. А если не супер опытный, то лучше отходить, смотреть издалека. Вот. я рекомендую вертикалью ставить, чтобы что-то сразу чувствовалось вверх мозга. Вот. Вот эта линия правильная. Да. Вот. А вот эта вверх полетела. Поэтому и... А точка правильная вот эта. То есть, здесь надо вот сюда ее гнать и видите, как за край надо водить. Единственное, что плохо, что у вас образуется здесь пустота. Вот. Вот тут. То есть, можно я сейчас покажу? Вот. То есть, получается... Ну, а вот. Если это у нас отходит за край сюда, это у нас идет ну, где-то вот так. Получается, что здесь у нас пусто. А! Ну, там у нас будет идти вот эта боможенция, да? Вот так. Вполне себе ничего. Здесь мы драпировку наем. Да нет, нормально будет. Мы там тенюшечки еще обыграем. Глубину ведем. Нормально будет. То есть, получается у нас вот. Да? Да и все. Ну, и с кишкой. И хлеб надо положить. Тоже получше. Да, да, да. Вот прям с правильным движением. То есть, у него ось вот такая. А у него, на самом деле, ось вот такая. Вот и все. Давайте. Гленту, что минут пять-десять там предложим дописать. Пойдем дальше. Смотрим гадости. Как бывает. А здесь я не скажу много гадостей. К сожалению. Хлеб не откушенный. Хлеб кусаем. Хлеб кусаем. Да и пожалуй, что все. Так-то здесь все неплохо. Здесь все еще есть та история, о которой мы с вами говорили в прошлой серии. По поводу композиционного немножко разрыва. Но мы с вами всегда держим в голове, что мы это осознанно делаем, чтобы потом с помощью света, тени их объединять, обобщать. Мы хотим, короче говоря, бороться с этим. И будем специально с этим бороться. Заднюю линию столовку продолжать. Они где-то там выходят. Не забывайте про нее. Вот. Да ну, в общем, это и все. Есть еще один нюанс. Это все касается. Ну, это я сейчас скажу отдельно. У всех, наверное, так. Нормально все здесь. Доброе. Может, гадышка? Угу. Место уставить? Да. Что? Что? Да. Место уставать. Просто вот все прекрасно, все чудесно. Все просто великолепно. Так конструктивно и композиционно. Все просто прекрасно. Но мне покоя не дает то, что перо как будто в воздухе висит, да? Вот. И все мы вроде правильно сделали. Все угадали. И сейчас я смотрю на это дело. И так оно ведь действительно в воздухе. Ну, не совсем вот. Здесь оно лежит. А дальше оно подскочило, да? Я вижу, что, может быть, можно было еще чуть реже взять вот этот наклон, да? Положить его прям нарочито сильнее. Угу. Вот так. Оно, конечно, лучше бы легло. Угу. Угу. Это тот случай, кстати говоря, когда даже, возможно, нужно врать. Угу. Да? То есть вот рисуем в точности, как есть, по ощущениям что-то не то. Значит, нужно лгать. Ээээ. Ну, вот будем учить наших учеников врать. Почему бы и нет? Замечательно. Все врут. Все врут. А где это было? Все врут. Доктор Хаус. Доктор Хаус. Точно. Молодец. Доктор Хаус. Все врут. Я посмотрел этот сериал трижды. Три раза. Один. С женой. И с женой с ребенком. Доктор Хаус. Да. Дилемма какая? Смотрите, в чем загадка. Есть стол. Вот он так сюда у нас идет. Вот направление стола. Вот книги. Вот там хлеб этот. Все у нас вроде как, так сказать. Нам хотелось бы немножко поменять угол наклона этой линии. И мы сначала сказали, что надо ее немножко опустить. Ну, прям буквально чуть-чуть. А я говорю, что не надо опускать ее. Просто нельзя. Потому что композиционно будет одна крайне неприятная штука. Если ее опустить, вот прям вот будет неприятно. Почему? Обратное приступило. Ну, художник тоже сказал, да, тогда линии разъедутся. Ну, это полбеды. Ну, опустим ее. Не страшно. С книжками будет параллельно. Правильно. Молодец. Это вот, это прям вот совсем нехорошо. То есть, получится. У нас и сейчас-то все так на тоненького. Ну, нормально. Это же живым, здесь будет плавный переход, да. Но, если вот эту линию мы опускаем вот так, у нас точно параллельно будут линии. Видите? Книги, то есть, основной персонаж, главный, будет лежать прям четко. Не просто параллельно с того, а линии будут параллельные. И композиционно это прям вот, ну, вообще нехорошо. Вот здесь хорошо. В этом есть динамика. Вот они развиваются, они все... А, параллельные линии. Параллельные. Эти линии, они прям будут параллельны. И это, ну, во-первых, там не параллельно, да, но дело даже не в том, что там не параллельно, а в том, что когда композиционно два крупных элемента находятся параллельно друг другу, это прям вот... еще на переднем плане здесь все вот складывается так что ну не надо лучше вот даже наоборот вот так мы поднимать не будем конечно вот ни к чему это но и опускать не станем воды все разгадал загадка я думал долго что-то будет мучительно нет все 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 направления все это точно не знаешь сколько ширина код лица высоте если измерить просто глазу не хочется отверстий то есть по идее вообще сокращение дает решить но мы опять можем посвязать и мы можем вот эту когда писать будем вот эту часть просто в дымку вести и она все но я давайте сделаем маленький маленький короче там до сюда например как-то раз речь от эти линии пойдут сюда она ляжет вот если так до конца на сто процентов и не ляжет к моему еще и в дымку везем это еще потому что это все должно быть шире чем и это так и это тоже существовать мне кажется что просто так еще ракурс что она кажется вот так вот выгодно она же на самом деле не в таком такое когда будем записать когда это будет тон даже понятно что новая жизнь будет там плюс она светлая но будет в дырку туда потом или мне кажется мне кажется доставлять и уже потом когда склонным работать тогда уже все будет нормально так хочу давайте про цвет поговорим с вами я пошел здорово а пока пока настраиваться у меня вопрос вот екатерина борисовна хочет там икру нарисовать икру или ножик с маслом что-то она хотела в прошлый раз насколько резонно вообще добавлять внутрь морд того что там нет ну то есть это прием или это просто выдумка автора мне кажется что смотря какая задача стоит если если группа перед собой если вы поставите задачу сделать реалистическую постановку точно вымеренную там пропорционально всю вымеренную да и это чисто такая реалистическая работа академическая я все раздаюсь я встаю все не контролирую габариты вот если работа чисто академическая то наверное не стоит этого делать просто потому что теряется вот этот качество академизма начать сочинять фантазировать начать добавлять что еще хочется еще что-нибудь там добрать если работа даже стоит задача сделать реалистическую постановку но при этом вы кроме чисто академических задач ставить творческие задачи мне кажется может добавляться что угодно вопрос только зачем мне кажется вообще во всех для какая бы работа ни была основная основной вопрос для чего это надо вот для чего если вы знаете ответ на кой шиш туда добавлять что-то вот это вот то значит добавлять можно добавлять почему не а если просто захотелось вот что захотелось тогда мне кажется не стоит вот я читаю сорокина такой автор есть у меня там много всяких там 18 плюс голубой я очень писать этого есть я не могу не читать ну просто мне нравится но основная масса я очень вот но у него когда со мной спорят и говорят что это ну это просто какая-то фигня вот например зачем там вот вот это вот ну не могу я точно знаю зачем это сделал мне так кажется ну пусть я читал о нем монографии всякие там и так далее то есть это объяснимо там вот так так вот так потому что то он вот это хотел сказать вот тогда понятно но не просто человек как бы внимание привлёк каким-то стрёмностями а например там не хочу что фамилии писателя произносить очень люблю его мне кажется что это просто вот ради прикола вот по художников давайте тут пресс-салевадор далее вот далее я когда-то обожал параметру мне очень раз потом чем старше становился как-то я к нему стал более равнодушен мне сейчас кажется на смотрю что это не просто какие смысл на который человек грузил туда насыщал мне кажется изгалешь местами не везде вот изгалешь вопрос прикал но окей один раз прикололся классно все поугарали класс но второй раз прикололся тут кабину чайку такой стиле работы но когда их 50 этих приколов ну чё для чего ну не знаю но он может видел я ним кто я такой чтобы охаивать дали ну кто это ну мне кажется как тут по поэтому все должно быть как мне кажется взвешено выверено вот в этом в этом смысле даже даже если это были стекла от замысла привет это вот кстати вопрос вот таковского полтора часа машины ездят просто по трассе это вот просто прикал лицами он хотел рассказать скорость скорость там наоборот вакуум такой я решила каждый урок буду в разных писателях не хватит 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 можно все хорошо я тогда здороваюсь и буду объяснять про цвет погнали всем здрасте всем здравствуйте вы на канале художка у нас вторая серия и мы сегодня начнем работать в цвете товарища женщина масло значит суть то не масле писать можно чем вот что ты не в кадр глядишь все кушу уйди уйди чем меньше раз они планили всяких вот этих изгалеши тем лучше что он начнет лезть сразу вперед а еще когда он еще в подмалевке уже лезет вперед вот вот да еще убрали там все задние планы обобщаемся вообще мы всегда это кстати важно это надо помнить всегда что мы в любой работе всегда идем от общего к частному а и и Субтитры подогнал «Симон»